Хороший рисунок. Человек совершенно свободный. К натуру ему, в общем-то, не нужна. Ну, вот смотрим. И так. Всего несколько лет. Пожалуйста, вам танцующий японский журнал. Но для того, чтобы рука пошла так свободно, надо сначала, во-первых, перестать ее бояться. Перестать думать о себе, что у вас ничего не выйдет. Перестать бояться бумаги. Вот, собственно, таким вещам мы будем с вами учиться. Вот теперь давайте вот к этому стойку подойдем. Берите, смотрите. Вот с чего начинают примерно с какого уровня ребята в восьмом биологическом классе, который приходит, так? Идея понятна? Вы считаете, что они не умеют рисовать? А сейчас вон на том столе. То, как они рисуют к концу блога. Вот это и все тексты работают, так? А вот это и майские защиты. Это те же самые люди. Можете брать листы, смотреть, если кому что интересно. Ради Бога. Разница есть? Есть. А люди просто перестали бояться. Ну и получили, конечно, ряд технических наук. Значит, разобрались с тем, как решаются, какие задачи. Это уже профессиональный, совершенный уровень. Ну или вот это, на самом деле, очень сложная композиционная вещь. Часть скелета. С черепами проще. Череп, он один, он налитый. У него нет отдельных частей. А вот попробуйте конечность изобразить. Так, чтобы и пропорции были соответствующие. И все углы выдержаны. И разворот понятен. И что можно было... Вы понимаете, что на этих рисунках, да? Их можно прямо включать в биологические определители. Вполне серьезная литература. Здесь каждый зверь, каждая косточка просто опознается. Опознается профессионалом. Ну вот, если хотите попробовать слегка усовершенствоваться на этом пути, ну а после того, как достигнуто вот это, так становится реальным вот это. Надо поверить в руку. Надо получить некоторое количество навыков. И дальше все станет реальным. Идея понятна? Значит, первоначально, чтобы упростить задачу, решать бесконечно сложные задачи, конечно, занять интересное, но малопродуктивное. Если не умеешь, то даже простые решили. Поэтому работаем мы с натурой. Вот в этих шкафах коллекция. В коллекциях можно копаться. Только с одной поправкой. Просьбой-требованием. Костный материал очень крупный. А материалы здесь, коллекция, часто уникальные. Так что, пожалуйста, поаккуратнее. Коллекция многострадальная. Они выдерживают 20 лет прямого попадания биошкольников в них. А это далеко не каждая коллекция выдержит. Поэтому приходится их, конечно, реставрировать в конце каждого года. Но я очень не люблю слепков. Так что все материалы, конечно, только натуральные. Законный вопрос, откуда берутся. Из моих экспедиций. А затем из экспедиции моих учеников. А затем из экспедиции учеников моих учеников. И так далее. Так что приток достаточно широкий. Чем мы сегодня с вами займемся? Мы сегодня с вами посмотрим, на каком вы свете. Просто. Каждый из вас. Бояться ничего не надо. Нет человека, который не умеет рисовать. Вот сейчас вы по своему желанию выберите на гору. Так, сейчас полезем коллекцию. И вот так, как вы рисуете, попробуйте ее зарисовать. После этого разбор полетов. И начинаем уже на примере. Получилось, что не получилось. Как лучше, как хуже, как еще нужно. Идея понятна? Классно. Пошли в коллекцию. Верхняя полка. Черепили, амфиде. Отчасти рыбы. Вот этот вот. Исторический череп. Из коллекции знаменитого биолога Менсбира. Зеленая черепаха. Половина сравнительной анатомии позвоночных сделана как раз вот. На это. Вот здесь. Все эти скелетные материалы. Однотурные материалы по человеку. Здесь капутное. Самое разное. Но птический скелет сюда случайно забрел. Вот это единственный след, который есть. Рисовать его особого смысла не имеет. Но он чем хорош? Он, во-первых, достаточно точен. А во-вторых, это хорошенькая разборка всех раздвинутых костей черепа человека. Натуральные черепа есть. Так? Но дело в том, что далеко не все кости снаружи видны. А вот на такой разборочке видно все детали. Так что рисовать его не будем. Здесь в основном свиньи и несколько, соответственно, вот это вообще молочный поросеночек. Совсем маленький. Ну, а это и сражение трехлетка. Ну, видите, уже клути болезны. Все у нас, видите? Что здесь, понятно, да? Виталий Акук. Вот это рост ромбелой рыбы. Это акулий хвост. Это зубы мамонта, позвонок мамонта. Это крупный дельфин. И вот здесь самое разное псовое. Вот это самый крупный подвид волка на нашей планете. Это таймурский волк. Там очень крупноразмерная субпопуляция. Здоровущие звери. Так, ну, для сравнения. Вот он, череп лисич. Разница есть? Да. Небольшая разница есть. Ну, а вот это вот честная дворняжка. Ну, мама этой дворняжки дружила с кем-то мобсовидным. Совершенно очевидно, потому что, видите, какой высокий нос и укороченная челюсть. Полный спелет кролика, полный спелет кошки. Если вдруг у кого заинтересует. Так, внизу гиганты. Это череп моржан. Недавняя коррекция с острова Вайгач. Поскольку его века два с половиной катал в морском и теоническом прибою, то даже моржовый череп, а у моржа очень прочный череп. Вот видите, кваковые альпиолы, внешняя стеночка их разрушена. Как выглядят ножевые пивни, представляете себе? Ну, то, что они в моем предпричии длиной, да? А вот это рукоятка. Вот здесь ножевый пивень закреплен в челюсти. Просто внешнюю стенку слонова во Гринбуре. Понятно? Здесь еще один морж. А вот это один из самых крупных медведей на нашей планете. Это белый медведь. А тут же с острова Вайгач. Череп у него не настолько прочный, как у моржа. И видите, у него не только челюстная гигла пострадали. Видите мозговую коробку пробила. То же самое, из прибойной зоны. Вот это тюленчики. Это достаточно крупный серый тюлень. Или ласток. А вот это две беломорские нерпы. Это не крупные тюлени. Как видите, черепа существенно более грацельная, очень изящная, тоненькая. А вот этот череп, я не знаю, молоко можно пить. Потому что зверь ныряет почти на 200 метров. И, соответственно, пусть череп какое давление выдерживает при этом? 20 атмосфер. Я вам скажу, таких не так и мало. Но остальные детали в ряду интересно. Но череп лося и череп безумный – это очень сложные рисунки просто. Можно, конечно. И так, ваши задачки. В шкафах из того, что я выбрал, выбрать для себя материал. И у вас есть полчаса. Назовится. Не подхожу, не комментирую. Работайте сами. А после разбираемся. Идея понятна? А вот здесь я позволю себе вмешаться. Никогда так не делайте. Возьмите новый лист, начните сначала. Понимаете, в чем дело? Необходимо, чтобы у вас сформировался глазомер. А вы собираетесь взять и откопировать. Так никакой глазомер никакой не возникнет. С fa будем. А теперь, на самом деле, ночью, но не только макияжьи. Поэтому у нас всегда есть легко. По сюда. И я хочу, пожалуйста, пример. И я хочу, в принципе, в Pin.